На сегодняшний день такое заболевание, как СПИД, известно в каждом уголке земного шара. Его справедливо называют крупномасштабной эпидемией, чумой 20-21 веков, реально угрожающей человечеству. Каждый год 1 декабря весь мир отмечает День борьбы со СПИДом. В профессионально-педагогическом колледже Хасавьорта со студентами врачи Центральной городской больницы провели беседу на тему ВИЧ-СПИД и как эта болезнь угрожает человечеству. У нас ВИЧ-самая инфекция, она неустойчива в внешней среде, именно во внешнем, то есть погибает при оптимальных температурах где-то за сутки, если это старого образца, конечно. Но для профилактики мы, конечно, обязаны провести ряд мероприятий, то есть первичная профилактика ВИЧ-эффекции, как я ранее говорил. Мы вместо травмы обрабатываем, то есть спиртом выдавливаем часть крови, которая, если кровоточить, допустим, сосуд, мы выдавливаем эту часть, далее мы обрабатываем спиртом, потом наносим. Ну, по последним рекомендациям, конечно, если имеется риск возникновения, мы еще подключаем именно антиретровирусные препараты, те, которые направлены именно на лечение ВИЧ-эффекции. Только не позднее первых 72 часов. Далее, выступая перед собравшимися, ответственный по СПИДу Центральной городской больницы Гаджик Анагбиев подчеркнул о том, что ВИЧ-инфекция неизлечима, и пока остается только вести беседы в молодежной среде и проинформировать население о необходимости в своевременном прохождении медицинского обследования. У меня был больной, который, когда выявили, он говорит, не может быть. Я говорю, почему не может быть? Я говорю, 20 лет не станешь наркоманом, я говорю, не должен быть заболеть. Когда я ему объяснил ситуацию, как она могла произойти, он за голову схватился. Да, он использовал всегда новый шпыль, но его окружение использовало не свежие шпыльцы, а потом шпыльцы. То есть, то, что мы сегодня имеем, имеем то, что оно растет, растет, растет. То, что доктор говорил, что беременная наша женщина. Да, на сегодняшний день имеем отец, мать, ребенка, шпыльцы, но мы имеем здоровых детей. То есть, в определенном периоде беременности мы используем препараты для беременной женщины. Женщина не рожает макисеримию, женщина получает препараты, ребенок получает препараты. То есть, мы, в конце концов, имеем здорового ребенка. То есть, есть какая-то подвижение здравоохранения о том, что что-то делается в этом состоянии. Но, в первую очередь, мы должны сами думать, сами себя оберегать, не пользоваться этим ненужными вещами. Следование. Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение глобальной осведомленности о ВИЧ и СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии, то есть эпидемии, характеризующая распространение инфекционного заболевания на территории всей страны.